Поисковый клуб памяти примирения в этом году принял участие в совместных вахтах, куда привлекали кадетов из Белоруссии и России. Для ребят это прикосновение к истории, переходящей в день сегодняшний. Когда мы находим какие-нибудь останки солдат, и если получается узнать имя, фамилия, откуда был признан, где родился, и сообщаем это родственникам, это очень радует, потому что люди понимают, что их дед, прадед не пропал без вести, а сражался до последнего вздоха за родину. Они наконец-то получили данные своего погибшего родственника на войне, и что он вернулся, так сказать, в семью, хоть и его награду, по крайней мере. Поисковики противодействуют какой-либо практике черных копателей. Ведь практически у каждого погибшего на фронте бойца остались родственники, а кто-то может утаить правду об их последнем бое. Уникальная программа, награда внукам, помогла многим семьям. Этот боец вернулся с войны. 144-я стрелковая дивизия воевала в Беларуси в тех местах, под Витебском, где мы проводим поисковые работы. И, скорее всего, эта награда была просто во время боя утеряна, и вот найдена. Найдем родственников, соответственно, эту награду мы вручим его родным. За весеннюю вахту ребята из поискового клуба подняли 105 останков погибших солдат, а в августе за 10 дней еще 50. К сожалению, большинство из них не идентифицировано. Большая удача найти номерную медаль или орден. По ним устанавливается имя погибшего. В раскопах находится и много вещей войны. Обмунтирование немецких и советских солдат, секретные документы, образцы оружия. Вот эти листовки с требованием сдаться. Разбрасывали немецкие части, а сами в это время попали в окружение, и это была их агония. Там боевые действия шли на протяжении трех месяцев. Плаздар на веки немецкая линия обороны был очень сильно укреплен. Значит, его прорывали очень большое количество частей. Только, скажем так, механизированных частей было два полка. Полк танковый и полк самоходных артиллерийских установок. По архивным документам, по крупицам, сохранившихся на местах боев, воссоздается картина боя. И вот трагический исход. Сегодня общественный интерес к поисковой работе заметно возрос. Опять повторяется то, что болело как рано 80 лет назад. Какой ценой досталась тогда победа? И что предстоит сегодня? Мы прекрасно понимаем, что в дальнейшем нас ждет работа еще на тех местах, где сейчас ведутся боевые действия, уже в современное время, в нынешнее время. И что в любом случае нам потом придется ехать туда и выполнять ту же работу, которую мы выполняли по поискам погибших во время Великой Отечественной войны. Свой долг мы и государство перед погибшими воинами должны выполнить. Война не закончена, пока не похоронен последний погибший ее солдат, считал Александр Суворов. И похоронен он должен быть с почестями. Сергей Берзин, Денис Корнев, Первый, Мытищинский.